Сегодня в выпуске. Ссорят те, кто должен убирать. Жители города обвиняют коммунальщиков в создании мусорных свалок. Кто заплатит за ремонт? Автовладельцы подсчитывают ущерб от разбитых дорог. Он все-таки состоялся, несмотря на череду скандалов. Президентский турнир по вольной борьбе собрал более 100 спортсменов из 11 стран мира. В надежде обрести семью. Наша телекомпания представляет новую рубрику «Где ты, мама?». Депутаты решили направить дополнительные доходы на подготовку к посевной, покупку дорогих лекарств и питание для детей-инвалидов. Бурятию в ближайшие дни посетит самый непопулярный министр российского правительства Дмитрий Ливанов. По предварительной информации, главный по образованию должен посетить крупные спортивные объекты Улан-Удэ – Центральный стадион и ФСК – и решить вопросы об их передаче в федеральную собственность. Несмотря на критику и публичное опровержение городских чиновников, мэрия Улан-Удэ не оставляет попыток замастить лестницы и коридоры белым мрамором и гранитом. На сайте госзакупок размещен очередной заказ на ремонт лестниц и полов зданий по улице Ленина, 54, почти на полмиллиона рублей. Кроме того, городские чиновники все-таки решили потратить еще более трех миллионов из дефицитного бюджета на подсветку двух зданий на проспекте Победы. В Улан-Удэ осудили мошенника-гипнотизера. Уроженец Ленинградской области приехал в Бурятию в 2009 году. За короткое время он успел обмануть банк и несколько доверчивых граждан на 8 миллионов рублей. Теперь ему предстоит возместить весь ущерб и провести в тюрьме пять лет. После нашего сюжета о плачевном состоянии памятника Олени у моста через Селингу нашлись неравнодушные горожане, которые закрасили надписи на памятник и убрали мусор вокруг него. Однако восстановить Оленей полностью добровольцы не могут, а местные власти расписались собственным бессилием, ссылаясь на отсутствие финансирования. Хочется верить, что коммунальщики окажутся столь же ответственными, что и обычные жители. Наш собственный рейд по самым грязным точкам города продолжается. Правда, уйти далеко от центра моей коллеги Наталье Домбаевой не удалось. Работа для желающих навести там порядок – непочатый край. Интересно, что, по словам местных жителей, виноваты в сложившейся ситуации именно те, кто как раз несет ответственность за уборку мусора. Смотрим сюжет. Наш мусорный квест продолжается. Сейчас мы находимся недалеко от народного рынка. Эта территория является муниципальной собственностью. Но, несмотря на это, убирать мусор здесь никто не торопится. Один из самых оживленных районов Улан-Удэ больше похож на мусорную свалку. Александр Ильин работает неподалеку и не раз становился свидетелем, когда прямо на его глазах коммунальщики выбрасывали мусор. По его словам, он сам лично пытался навести здесь порядок. Однако убрать весь городской мусор мужчине явно не под силу. Ежедневно, в течение полгода уже, да, сам свозят весь мусор сюда. И в итоге нам невозможно здесь убраться, да, сам. Вы тоже поймите, да, мы метлой нельзя убраться, когда сотни машин здесь сюда приезжают. Также гляньте, вон, где народный, там все, свезли весь мусор, весь городской, да. И мы в ответе должны быть. Нет, мы не в ответе. Снегопад, как осенью был, и началось это, сам. Вначале свозили туда, свозили. Вот где бассейн-то старый, да, сам, он сто лет ему, да. Кто свозил? Ну, а комбинат, потому что машины, да, сам, комбинат благоустройства машины их, да, сам. Там, постепенно забили, потом трактор там утрамбовал, там уже все, потом стали сюда свозить. Вот до сих, вот, вот, вот так вот и свозят. И мусоровозки, которые, вот, которые у нас последний год-то, вот в этом году-то купили такие суперсовременные, это, сам, там, это, как его, итальянские или какие-то, сам, вот, вот и они подъезжают, они поднимают, а там шофер вылазит, вот эту, он там сгружает, это, сам. А больше кто здесь, это, сам? Ну, неужели, думаете, кто-то по-человечески он принесет рюкзак или столько мусора выкинет, это, сам. Это невозможно. Мы решили обратиться в комбинат по благоустройству и узнать, кто отвечает за этот мусор. Так, ну, вам нужно разговаривать с главным инженером, Голов Сергей Георгиевич, он такую информацию владеет. Я вас соединила, если трубку не берет, значит, нет на месте. А вы не подскажете, когда можно будет перезвонить, на выезде или... Ну, он вообще редко бывает, потому что он сейчас работает за начальника участка, совмещает, поэтому я так не могу сказать, когда он будет. Застать на месте главного инженера нам так и не удалось, впрочем, как обычно. Мы просим считать этот сюжет официальным видеообращением к коммунальным службам города и добавить это место в список, где следовало бы навести чистоту. Наталья Домбаева, Евгений Козлов, Первая Альтернативная. Кто заплатит за ремонт? В это время года автовладельцы выстраиваются в очередь не только на шиномонтаж, но и для того, чтобы отремонтировать подвеску. Ведь вместе со снегом с дорог города сходит и асфальт. Превращая трассу в полосу препятствий. Юлия Пермякова разбиралась, кто должен возмещать ущерб пострадавшим автовладельцам. С того момента, как растаял снег, владельцам авто приходится петлять на дорогах практически во всех районах города. Так, например, на улице Солнечной и проспекте автомобилистов движение машин напоминает упражнение «Змейка», которому обучают в автошколах. Подвеску ушатывают, стойки, стабилизаторы отрываются. Но еще хуже стало, само собой покрытие, все сошло. Вообще, все здесь, как говорится, по всему городу все ямы вышли. Плохая дорога, синить надо, делать надо. Водители уже приноровились к такой обстановке на дорогах, поэтому у каждого из них свои секреты, чтобы сберечь подвеску автомобиля. В Управлении дорожного строительства объясняться за состояние дорог с нами не захотели. Встречу назначили, однако при нашем появлении оказалось, что специалист на выезде. Между тем, в 2013 году на ремонт дорог городу было выделено 320 миллионов рублей. Видимо, этой суммы не хватило, чтобы избавиться от ям даже в центре Улан-Удэ. По стандартам, выбоины на дорожном полотне не должны быть глубже 5 сантиметров. Мы решили измерить хотя бы одну из ям на дорогах города. Как видим, результат превышает допустимые нормы. В этом случае у пострадавших автовладельцев есть все основания обращаться в суд. Юлия Пермякова, Вячеслав Батоев, Первая, альтернативная. Откуда берутся цифры на квитанциях? Этот вопрос мучает большинство улан-удэнцев, которые теперь платят за общедомовые нужды. Очередная жалоба жительницы поселка Тальцы как раз на эту тему. У нас, в общем-то, такой разговор. Мы, в общем-то, к нам приезжают буряты Энерго. Вот, мы здесь, значит, платим. Потом вот такой у нас разговор пошел, что платить нужно каждый месяц общедомовые. Вот, но мы не согласны платить, потому что цены нас не устраивают. С кого-то 360 рублей, с кого-то там 400 с лишним рублей, но с кого-то поменьше. Вот. Если вы также столкнулись с несправедливостью, звоните нам по телефону 45 4309. Мы обязательно приедем, запишем ваше обращение, покажем его в эфире и отправим чиновникам, которые за это отвечают. Большой брат следит за тобой. ЕГЭ будут снимать на видео. Как сегодня сообщил министр образования Бурятии Алдар Дамдинов, в 11 школах республики с итоговых экзаменов будет вестись онлайн-трансляция. Во всех остальных видео будет записываться на жесткий диск. Для чего делается оснащение видеокамерами? Понятно, вполне для прозрачности процедуры. При этом сразу хочу отметить, что все будет записываться в режиме оффлайн или в режиме онлайн. Любой человек в режиме онлайн, общественный наблюдатель, может контролировать ход проведения экзаменов. И существует уже соответствующая методика, когда, если он заметил какие-то или правонарушения, или же непонятные ситуации, он может это отмечать. И затем уже посылать в Рособорнадзор свое мнение, чтобы разобрались в конкретном пункте проведения экзамена по ситуации. Также министр отметил, что в этом году сертификаты по итогам ЕГЭ выдаваться не будут. Информация будет находиться в интернете, а приемная комиссия все данные будет брать из всемирной паутины. Но на этом инновации не заканчиваются. В следующем году задания для ЕГЭ будут разграничены на обычный уровень и повышенный. Борьба сильнейших. В минувшие выходные в Улан-Удэ состоялся традиционный международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии. В соревнованиях приняло участие 131 спортсмен из 11 стран мира. На бурятский ковер вышли 17 мастеров спорта международного класса и 63 мастера спорта. За победами и разочарованиями наблюдала Александра Гаврилова. Зал ФСК оба дня турнира был полон. Вольная борьба остается одним из самых популярных видов спорта в Бурятии. Сегодня у нас зал полный. Мы очень рады, что идет хорошая пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни. Молодежи много здесь. Тех ребят молодых, которые вот-вот не знают в этой жизни, что делать. И многие из них находят хороший курс. Я пришел, чтобы посмотреть, как борются люди. Узнать, какие приемы они делают. А зачем это тебе? Чтобы в будущем помогло. А? Чтобы в будущем помогло. Ясно. А вообще тебе нравится все, что происходит? Что больше всего тебе запомнилось сегодня? Самый яркий момент на твоем спице? Это когда Богомоев кинул. Кинувший кого-то. Александр Богомоев на этот раз не только подтвердил звание мастера спорта международного класса, но и завоевал специальный приз соревнований. Сейчас спортсмен выступает сразу за два региона. Да, я был в Иркутске. Но как бы я Ланды не оставлял. Да, я сейчас борюсь на два региона. Ланды, Бурятия и Иркутская область. А зачем вам это нужно? Почему это бороться? Ну, так можно бороться. Почему нет? Я родом с Устердысом. И как бы, я думаю, тоже это моя родина. Малая, как бы, это не было. Я думаю, тоже интерес на ковре это представлять. Думаю, будет правильно. Еще один призер соревнований Виктор Банзеракцаев также показал хорошую борьбу. Однако третье место не вполне удовлетворило спортсмена. По его словам, достичь более высоких результатов ему помешали семейные обстоятельства. Семейные обстоятельства. Пока там, там, везде я нужен. Приходится мне же не делиться. Приходится там и тут потихонечку время уделять. Ну, сейчас так и вот подготовленность ей. Вышло, что третьим стал, но хотя бы третьим, но чемпиону надо тренироваться. Отметим, что буквально до последнего дня под вопросом оставалось участие в турнире ведущих бурятских борцов. Недовольные условиями подготовки и финансированием, они планировали вообще бойкотировать соревнования. Однако, в итоге, наша сборная все-таки вышла на ковер в полном составе. За исключением травмированных. Я в курсе, да, был, что там бойкот будет есть, но я думаю, наш турнир дома, надо выступить, а бойкотировать после можно тоже, если что. То есть, если что, вы поддерживаете? Да, конечно, я поддерживаю, если что. Руководитель агентства по спорту Владислав Бумбошкин считает, что несостоявшийся бойкот все-таки повлиял на результаты нашей сборной не лучшим образом. Естественно, вот то, что недавно такие, скажем, волнения были, они сказали все равно на психологическом результате. То есть, все равно, когда спортсмен готовится на соревнования, он должен полностью, значит, думать о победе, о результатах. Естественно, что там нюансы, которые проходили, они отвлекли определенной степени для, значит, победы. Поэтому я думаю, что особо больших проблем я не вижу. Вопрос актуальный, вопрос решается. По итогам турнира из 24 разыгранных медалей лишь 5 достались хозяевам ковра. Винить в этом, наверное, стоит не только самих борцов, но и спортивных чиновников. Побеждать не благодаря, а вопреки намного сложнее. Я в первую очередь хочу сказать, значит, телекомпания ТВ, спасибо вам, что вы показываете, скажем, хорошие такие передачи у вас бывают, правдивые. Вы затрагиваете основные проблемы. Мы продолжим следить за развитием событий на борцовском ковре и за его пределами. А пока поздравляем наших спортсменов с пусть и немногочисленными, но, безусловно, заслуженными победами. Александра Гаврилова, Александр Хомаганов, Александр Зандуев. Первая альтернативная. Праздник для малышей. Общественники Бурятии решили порадовать воспитанников детского дома малышок и устроить им сказочный утренник. Убедилась в том, что для добрых дел повод не нужен. Марина Непомнящих. Воскресное утро в детском доме малышок началось не совсем обычно. Танцы, песни и подарки. Вот так одним своим присутствием волшебная фея превращает обычный день в настоящую сказку. Выходим, 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 выходим. Вы сколько вас много тут, ребят. Забирайте, скорее, скорее. Скажите мне, пожалуйста, кто мне вытекает? Да. Неблагополучная родная семья и неудачные попытки обрести приемную. За веселыми играми все плохое забывается. Звонкий детский смех и радостные улыбки на лицах. Вот лучшая награда для организаторов детского праздника. Мы давно уже сотрудничаем с детским домом малышок. Проводим различные утренники, какие-то пожертвования среди граждан. И так далее, сборы. Поддержим детский дом, ну, начиная еще с конца 90-х годов, начало 2000-х. Там ситуация была на самом деле печальная. Сейчас все поменялось в лучшую сторону. Воспитатели рады гостям не меньше детей. Они говорят, что любой праздник для детей – это настоящее событие в их непростой жизни. Большое спасибо им, что они к нам приехали. К нам приезжают, конечно, но не так часто, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы к каждому празднику приезжали и радовали детей. Вот так сегодня. Все без исключения остались довольны. Кажется, что немного внимания и надувные мечи делают этих детей самыми счастливыми. Скажи нам, если вам не понравилось? Да. Что особенно запомнилось? Запомнилось, когда мы паровозик играли. Помочь детям может любой желающий. Наша телекомпания не осталась в стороне. Сегодняшнего дня на нашем телеканале выходит постоянная рубрика с названием «Где ты, мама?», которую мы выпускаем совместно с журналом Shop&Go. Марина Непомничих, Вячеслав Батоев, Александр Зандуев. Первая альтернативная. Первыми героями нашей новой рубрики стали два брата – Сережа и Кирилл. Мальчики очень дружные, сообразительные и добрые. И, конечно, у них одна мечта на двоих – найти семью. Мы, Сережа, любим кататься на поезде. Мы едем дружно, потом мы разговариваем. Вот так и живем. Два брата – Сережа и Кирилл – в детском доме малышок уже два года. Сереже пять лет, а Кириллу шесть с половиной. Из-за разницы в возрасте они воспитываются в разных группах. Но в те редкие моменты, когда им удается побыть вместе, он, как сказал Кирилл, любит кататься на поезде. Только поезд этот не совсем простой. На нем вместе с братьями едут и бабушка с дедушкой, и даже папа с мамой. Наши паровозик едет домой. Кирилл, он как старший брат, ответственный за своего маленького брата, помогает ему во всем, на прогулку водит его гулять, потому что они и в разных группах воспитываются. Когда они встречаются на улице или в столовой, он сразу к нему бежит, берет его на руки, старается больше времени проводить с ним, когда удаются такие минуты, уединиться им вместе. Как и все дети, братья любят мечтать. Только вот у детей из детского дома, кажется, все мечты и мысли сводятся к одному. Моя мечта добрая. Мы сейчас в доме кушаем сладости, ночью спим хорошо, сейчас спим. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Всю информацию по усыновлению Кирилла и Сережи вы можете получить по телефону. 55, 81, 61, 55, 70, 80. Виртуозы игры на музыкальных инструментах вновь приедут в Бурятию. 2 апреля в Улан-Удэ стартует фестиваль камерной музыки Пицциката. Фестиваль пройдет в Бурятии уже второй раз. В нем примут участие более 30 известных коллективов из России и за рубежа. Программа нашего фестиваля в этом году насыщенная, включает 5 концертов. 2 апреля состоится концерт замечательных молодых музыкантов Филиппа Копачевского и Александра Рама. Один из них пианист, другой виолончелист. 7 апреля поистине историческое событие состоится в городе Улан-Удэ. Впервые у нас будет выступать государственный квартет имени Бордина. Нужно сказать, что в истории, скажем так, квартетного музицирования это старейший коллектив у нас в стране. 16 апреля на сцене филармонии даст концерт одна из самых ярких звезд нового поколения, пианистка Екатерина Мечетина. 28 апреля программа фестиваля Пицциката завершит концерт струнного квартета имени Давида Ойстраха. Министр культуры также отметил, что все концерты доступны широкой публике, цена билетов не превысит 700 рублей. Это все на сегодня. Далее настроение города в нашей ежедневной рубрике Улан-Удэ-Лайф. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!